Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите новости Кавказа, Грузинского центра стратегического анализа GISAG. С вами я, Гелла Василса. Эти дни, когда было, в общем-то, ощутимо бессилие общества что-либо сделать, я вспомнил отрывок из воспоминаний Януша Корчика. Для тех, кто не знает, кто такой Януш Корчик, польский педагог, писатель, врач, общественный деятель, когда в августе 1942 года пришел приказ о депортации детей-сирот, Корчик пошел вместе с другими воспитателями и примерно двумя стами детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, погибнуть в газовой камере. Так вот, одно из воспоминаний Корчика, оно небольшое, звучит так. Как-то я спросил в классе, кем кто хочет быть. Один мальчик сказал, волшебникам. Все засмеялись. Мальчик смутился и прибавил. Я буду, наверное, судья, как мой папа. Но ведь вы спрашивали, кем я хочу быть. Да, в эти дни многие из нас хотели быть волшебниками, в эти дни многие из нас хотели как-то повлиять, как-то изменить. Но так или иначе, все закончилось тем, что закончилось и закончилось, в общем-то, слава Богу, пока хорошо, скажу так. Так, издание «Зеркало Аз» спросило у меня, считаю ли я это решение проигрышем властей. Нет, я бы не стал считать это решение проигрышем властей. Более того, я бы назвал это решение их выигрышем, потому что их иррациональное и безумное действие привели страну к краю пропасти. У нас массовый психоз в полный рост. И даже те, кому было все равно, сегодня испуганно озираются, понимая моральную выразвимость своей позиции. У этой истории пока нет счастливого конца, но точно есть свои герои и антигерои. Несомненными героями этой истории являются две женщины. Омбусмен Гену Ламджария, по многому благодаря мужественным действиям, которые Михаил Саакашвили был спасен. И депутат парламента Елена Хаштели, которая, выбрав жесткую голодовку, без получения каких-либо элементов, поддерживающих работу сердца и внутренних органов, поставила власть перед выбором. Или оказание Саакашвили квалифицированной медицинской помощи, или ее смерть. Медики предупреждали, что необратимые изменения в организме Елены могли произойти уже в течение 48 часов. Несомненными героями стали люди. Граждане страны, вышедшие на улицу, чтобы спасти третьего президента. Те люди, которые поддерживали президента в социальных сетях. Граждане других стран, которые сопереживали и поддерживали как могли. И тут я хочу выразить особую благодарность зрителям нашего ютуб-канала, чью поддержку, в общем-то, можно было видеть зримо на протяжении всего этого времени. Благодарность тем экспертам, которые публично высказывались в его защиту. И да простят меня другие, тут я не могу не выделить раме Саакашвили. Впрочем, наверное, было бы неправильно не выделить Исмаила Ахмедова, который постоянными комментариями на своем канале чувствовалось, как он сопереживал Михаила Саакашвили. Но в этой истории были и антигерои. Антигероями в этой истории стала власть в целом. И отдельные ее представители. От премьер-министра до министра юстиции и председателя правящей партии Иракла Кабахидзе. Последний только говорил. Но ведь важно и то, что он говорил. Слово, как известно, убивает. Кабахидзе убил. Вернее, добил свой имидж в глазах. Грузинского общества. И, честно говоря, очень многие мне писали в личку, что его искренне жаль. Но это был его выбор. Конечно, главный герой этой истории Михаил Саакашвили. Человек, который в очередной раз решился изменить Грузию. Я хочу вам зачитать его послание полностью, потому что оно адресовано и вам. Не важно, граждане вы Грузии или нет. Итак, что написал Михаил Саакашвили после перевода в Горийский военный госпиталь. Мои дорогие соотечественники и товарищи, хочу поблагодарить вас от всего сердца за беспрецедентную солидарность и человечность. Даже я, который всегда верил в свой народ, был поражен такой консолидацией общества в наши дни. Способностью стоять вместе. Вы, у кого так много проблем каждый день, откладываете все в сторону и занимаетесь не только моей личной проблемой, а проблемой смывания позора за страну и возвращением ее на западный курс. Именно это вызвало такой резонанс в мире. Большое спасибо за это. В то же время я бы хотел извиниться за непредомеренный стресс, вызванный постоянным освещением вопроса о моей жизни и смерти в СМИ и за щедрых поводов правительства. Прошу прощения у всех, особенно у детей. Большое спасибо Елене Хуштаре за ее героизм и ее самоотверженность на протяжении последних недель – один из самых ярких примеров достоинства и патриотизма в истории нашей страны. Благодарю и нашу национальную гордость – Пату Бурчуладзе. Спасибо депутатам всех уровней за голодовку солидарности. Самое главное – большое спасибо простым и действительно самым выдающимся и особенным гражданам за то, что они стояли на морозе и голодали, за подписание петиции, за любую другую поддержку. Огромное спасибо всему медицинскому сообществу, как Грузии, так и за рубежом, грузинским врачам, проявившим высшую профессиональную порядочность и квалификацию. Спасибо членам моей семьи за то, что стояли рядом. Прошу прощения за их переживания. Большое спасибо нашим международным друзьям и международным СМИ за борьбу, за мое право на жизнь и самое главное – за защиту интересов моей страны. Особая и огромная благодарность Нино Ланджаре и ее выдающейся команды за невероятный, масштабный и важный вклад в демократию страны. Большое спасибо Управлению Государственного Инспектора и его команде. Большое спасибо каждому сознательному и профессиональному члену каждого совета и экспертной группы. Спасибо народному защитнику Украины. Особая благодарность Президенту Украины и ее народу. Особая благодарность грузинским СМИ. Сегодня это наиболее авторитетное, самоотверженное и самое главное – успешно борющиеся за будущие страны учреждения. Спасибо всем, всем-всем. Вы спасли меня от неминуемой гибели и самое главное – спасли Грузию от исторического позора и тому, чтобы навеки ускользнуть во тьму России. Я согласился поехать в Горейскую больницу, которую построил, и преградить голодовку, как только меня туда поместят. Но на самом деле я не собираюсь мириться с моим незаконным заключением и, надеюсь, вы не потерпите моего заключения Путиным тоже. Я, Михаил Саакашвили, готов предстать перед даже самым специально созданным судом, но справедливым судом и защищать мою и нашу историческую правду. В том числе тех, кто считал себя угнетенными или кому нанесен реальный ущерб во время моего президентства. Но все это должно происходить при строгом соблюдении национального достоинства и правовых норм. И я подчинюсь любому решению такого суда. Но, повторяю, мое теперешнее задержание незаконно, и мы должны вместе положить этому конец. Давайте закончим освобождение страны, и когда страна будет освобождена, я тоже буду свободен. Как только я выйду на свободу, я присоединюсь к вам, чтобы поставить нашу страну на ноги, как равную среди равных. Я буду участвовать в возвращении нашей страны на европейский путь и в проведении честных выборов в стране. Преодоление бедности и лишений, прекращение безысходности и безвыходности. Сейчас не время отступать. Пришло время консолидации. Не бойтесь ни зимы, ни угроз с режимом. Не думайте, что мы достигли чего-то значительного. Главное – освободить нашу Родину. В конце концов, мы требуем жить в свободной, ненасильственной стране, иметь доход, который не заставляет нас уезжать, иметь возможность обеспечивать своих детей, заботиться о своих родителях, иметь будущее как лично, так и для всей страны. Как никогда я верю в нашу победу. Как никогда верю, что сейчас время побеждать. Ни шагу назад. Вот такое послание. Все это время мы слышали, что делает Миша, что он творит. Сегодня уже можно сказать, что. Он решил доделать то, что ему не удалось сделать в 2004-2012 годах. Он поставил перед нами два вопроса. Вопрос морали и вопрос справедливого суда. То есть то, чего не было в период у него правления. Мог ли он этого не делать? Вполне. История тысячу раз оправдала бы реформатора, защищавшего свою страну от страшной агрессии России. Но он решился довести дело до конца. И доказать, что на Кавказе, да и вообще в постсовке, возможно не только развитие, но и демократия. Первый тушь своей борьбы за грудь он выиграл. Выиграл, оставшись в живых. Поставив перед обществом важнейший моральный вопрос. Ценности отдельной человеческой жизни. Своей жизни. Впереди задача куда более сложная. Справедливый суд. И в наших интересах. Что бы у него получилось? Иначе никак. Конечно же, очень трудно это будет сделать без поддержки тех, которые постоянно говорят о правах человека, о том, что люди должны быть свободными, о демократии и так далее. Европейский суд по правам человека отказал народному защитнику Грузии в просьбе от подключения третьей стороны к рассмотрению обеспечительной мерой по делу экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сегодня сообщила омбудсмен по ее словам, как сказал суд, по их процедуре подключение третьей стороны возможно только во время рассмотрения дела по существу. Они отказали нам на основании процедуры. При этом она подчеркнула, что аппарат народного защитника рассчитывал создать прецедент, поскольку прямого запрета на подключение третьей стороны во время рассмотрения обеспечительных временных мер по иску не существует. И вот тут очень интересный момент. С одной стороны, конечно же, это означает, что во время рассмотрения дела по существу аппарат народного защитника, народный защитник сама лично и ее юристы будут присутствовать на суде и это очень важный момент. Но создать прецедент не получилось. Обеспечительная временная мера речь идет о заключении Михаила Саакашвили. Ну, что вам сказать. ЕСПЧ в своем репертуаре. Процедура для них важнее. Ничего страшного. Не такое переживали. Главное, чтобы народный защитник и ее аппарат, которые зарекомендовали уже себя с наилучшей стороны, в общем-то, участвовали в заседаниях суда. Хотя, конечно же, учитывая специфику нашего суда, важно очень, чтобы суд был справедливым и независимым. То есть он не может быть справедливым без того, чтобы не быть независимым. Для этого, конечно, но я не юрист, я думаю, что юристы могут придумать еще различные формы, чтобы обеспечить справедливость суда. Пойдет ли на это власть? Знаете, еще вчера, вот в это время, я бы ответил бы вряд ли. Сегодня я отвечу, что я не знаю. И, возможно, и пойдет, потому что, ну, она же пошла на перевод Саакашвили в госпиталь. Хотя, в принципе, была морально готова убить его. Перейдем к другим новостям. Президент Азербайджана Эльхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Брюсселе. Об этом сообщили Евросоюз в своем заявлении. Согласно этому сообщению, в общем-то, переговоры состоятся 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства. Решение было принято после телефонных переговоров лидера в Азербайджанной Армении с главой Евросовета Шарлем Мишеллиным. Интересная очень информация. Честно говоря, когда я ее прочел, а я прочел сначала, только первую часть, что проведут встречу в Брюсселе, я был рад, потому что, ну, уже очень хорошо, что они встретятся. Но вот дата меня, конечно, немного смутила, 15 декабря. Очень интересный пост по этому поводу написал Фархад Мамедов. Я не стал дергать Фархада в выходной день, поэтому я вам его просто прочту этот пост. За последние два дня мы увидели анонсы двух запланированных встреч лидеров Азербайджана и Армении. Глава МИД Российской Федерации Лавров с уверенностью сказал, что добичается трехсторонняя встреча. В качестве ремарки я отмечу, что Лавров об этом сказал, но в то же самое время добавил, что для того, чтобы встреча была, стороны должны прийти к соглашению. Сегодня уже ДС анонсировала встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. Форматы и посредники имеют значение, так как у Армении и Азербайджана тотальное недоверие друг у друга, большое количество претензий и целых глубок взаимосвязанных вопросов. Также продолжаю пост в Архаде. Целый год у нас на руках были два заявления, принятые в трехстороннем формате Баку, Москва и Реван. Данный формат можно назвать и четырехсторонним, так как Турция полностью информирована о всех процессах и самое главное, в отличие от США и Франции, является участником процессов на земле. Краница с Арменией и мониторинговый центр. США и Франция посредством МГОБСЕ старались, было что-то сделать, но не смогли уйти дальше подтверждения принятых без них заявлений. Последничество оставалось в монополии России, которая, как выразился МИД РФ в заявлении к годовщине, не является самоцелью Москвы. Однако, как только в последничестве появляются конкуренты, США, Грузия, обмен диверсатов на карты минных полей, активность Ирана в августе-сентябре, Москва активно отстаивала свою монополию на посредничество. Наряду с этим, именно в этом формате проходят встречи межпроекомиссии, спецслужб, генпрокуроров, духовных лидеров и так далее. На сегодня созрели два направления, по которым должны быть приняты решения коммуникации и процесс пограницы. Они созрели настолько, что уже не могут быть сами вмещены в едином документе или даже пакете документов. До 15 декабря остается три недели. До этого Москва может поднапрячься и организовать такие встречи с предъятием документов, оставив Брюссель формальную встречу после главной встречи в Москве. Однако упертость Пашиняна, которую он продемонстрировал 10 ноября, не позволила выйти на решение при последствии Москвы, складывалось впечатление, что руководство Армении всеми фибрами души старается выйти из формата тройки-четверки, перевести в дискуссию на формат МГОБСЕ, разбавить роль России и Турции и выиграть время. Дальнейшая эскалация на границе позволила премьеру Армении втиснуть руководителя ЕС в последничество. Конец цитаты. Что интересно вот в этом посте Фархада? Честно говоря, интересно то, что тут абсоритетный изербайджанский политолог говорит о том, что в случае, если Москва не сумеет договориться с Арменией или, скажем так, не решит вопрос, то всегда есть альтернатива. И в общем-то, да, это так, всегда есть альтернатива, хотя я продолжаю оставаться на своей точке зрения, что реальная альтернатива, вот такая прочная альтернатива, это альтернатива двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией, где будут вырабатаны вот абсолютно весь спектр от непосредственно договоренностей до подготовки, до влияния на свое общество, потому что я скажу так, что пока существует тот язык ненависти между Арменией и Азербайджаном, который существует, очень сложно даже самые позитивные договоренности имприментировать так, чтобы скажем так, потом добиться позитивного результата. Ну, что ж, будем надеяться, что что-то произойдет. Честно говоря, последние как раз не давали мне повода для оптимизма. Это тоже не повод для оптимизма, но все-таки это что-то. Кстати, в Дмитрии все выступили с интересной инициативой создать формат для переговоров в составе тройки стран. Грузия, Азербайджан, Армения. То есть наш глава МИД Давид Залкальяне в пику формата 3 плюс 3 предложил формат 3. Формат 3, конечно же, хорошая штука и необходимая штука и все. Но смотрите, так или иначе вот в составе этой тройки мы будем выглядеть как посредники, но не обладая дополнительными своими ресурсами, я думаю, что Грузия, я всегда об этом говорил и буду говорить, Грузия не может быть посредником. А вот что касается обсуждения вопросов общих после открытия коммуникаций. Вот это действительно интересно. Это действительно возможно и это действительно может быть очень перспективным форматом. Таким образом, я скажу так, что формата 3 нет альтернативы. Другое дело, что насколько он актуален сейчас, пока нет установления долгосрочного мира. Нет установления вообще мира. По долгосрочному миру я согласен, что нужно договариваться втроем. А вот по установлению мира это, конечно же, кейсы, которые должны рассматриваться Армении и Азербайджаном отдельно друг с другом. Очень интересное сообщение пришло из Армении по поводу того, что крупные иранские компании хотят разместить в индустриальной зоне Мегри, как раз таки место, где должен пройти коридор своей предприятия и так далее. Ну что ж, почему бы и нет, это суверенная территория Армении может быть таким образом для Армении достанет дополнительные гарантии того, что эта территория будет сохраняться за Арменией. В принципе, вот этого ломаются кости и в принципе ломаются копья и именно из-за опасений Армении в принципе до сих пор не достигнуто это соглашение. Ну а я скажу так, вот именно сегодня прошло 30 лет, когда был сбит над силом Гаракен вертолетом Ми-8 с официальными лицами Азербайджана на борту 30 лет. То есть это было в 91-м году. В результате этого катастрофы погибло 22 человека. Видные государственные деятели, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии. Вот тогда, 30 лет назад был, конечно, была, конечно, вбита перспектива мира между Азербайджаном и Арменией на долгие годы. Будем надеяться, что эта перспектива воскреснет. Пока, я еще раз повторюсь, особого повода для оптимизма у меня нет, но тем не менее, тем не менее, как говорил Черчилль, являюсь оптимистом, ибо не вижу смысла быть кем-то иным. Большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok